Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет второй день второго сезона EPS. И сегодня, в связи с тем, что Nike приболел, его заменяет прекрасная Рика. Да, всем привет, друзья! Игра уже началась, мы готовы, вы думаете тоже. Что ж, смотрим на баны. Да, ну бан уже один был, это бан Морганы, один из самых частых саппортов вообще в принципе в последнее время. Она обладает контрмеханикой Black Shield Dome, собственно, которая является контрмеханикой для Блица, для Трэша и для многих других контролей. Иначе говоря, просто ОП. Просто ОП, да. Зиггс, кстати, в том числе также не может подкинуть, часть дамага поглощается. Моргана это сейчас очень сильный саппорт. Собственно, Зиггс неприятен всем мидерам на протяжении уже полугода, наверное, может даже больше. Его тоже решили в бан отправить команда Revival Dragons. Банится пансион, опять-таки, видимо, не любят пансиона. Ну, пансиона, да, могут не любить. Вот, не знаю, от... Я начинаю от бывающих реальных, потому что все-таки не турнирный клиент, а русский серверинг. Тяжеловато ориентироваться. Мы постараемся. Да, последний... Не последний еще бан, Лебланк четвертый. Что интересно, феоритовая команда банит все-таки мидеров. Айсинья тоже присоединилась к ним, забанили Нидали. В первый день, в среду, прошедшую, мы видели две Нидали. Это была Нидали Фомка и Нидали как раз Тато. Именно поэтому забанить решили ребята из команды Empire. Нидали и Лулу. Видела много хлопот, принесла она им. Нидали, да, Нидали. К сожалению, я не смотрела те игры, но... Ну, Нидали не было в игре Empire. Но, однако... Они впечатлились, видимо. Ну, Revival Dragons реализовали такую пуш-строту. Пуш-паук. Из Риэл, Нидали и куча-куча-куча атак-спид-бафов в лице Варвика, Гонпланка, самого Изриала, собственно. Сделали свое грязное дело. Ну да, но у них не получилось пропушить сразу топ-лайн весь, как это случается в Корее. Тут рекорд поставили новый на четвертой минуте ингип. Корейцы на днях. Оу. У них не получилось это реализовать. Очень быстро среагировали их противники. Играли они против Turn and Rage. Противники среагировали просто быстрым свапом. То есть отправили бот-лайн на топ уже и просто испугались Revival Dragons дальше идти. Побоялись они хуков в лица и решили отступить. Перешли на мид-лейн. Пушили в основном мид-лейн. В общем, там они выключили команду Turn and Rage на самом деле сильно. Хотя игра затянулась и это была самая длинная игра прошедшего дня. 28 минут. На Зиггс смог только улететь на крипов. 28 Зиггс закончил, не получилось у него. Ну что-то, видимо, не пошло в игре просто. Что ж, смотрим дальше, что у нас. Да, ну пики тут уже... Пик бота уже произведен, а нет, не произведен. Не произведен. А Декерри мы пока не видим, как его возьмет себе... Точнее, уже не себе, уже Зак будет брать, а Декерри, скорее всего, для Турена. Да, Турен забирает Джакса. Вот тут уже есть вариации на самом деле. Может быть, Шивана топ, Джакс Джангл. При учете АПа Лантерны в первую очередь. Как будет на самом деле, мы увидим позже. Ага, вот скинули нам неки, чтобы мы ориентировались немножко получше, кто за кого играет. Да, сегодня опять Анилиар заменяет паранойю на мидлейне. И в прошлый раз, в среду, он себя очень хорошо проявил в игре против Драгон Тим. Между прочим, Драгон Тим команда все-таки очень сильная, и имперцы не раз страдали уже от драконов. Но в среду, в прошедшую, верцу дали отпор, и Анилиар проявил себя очень-очень хорошо. Он эту игру помог выиграть в своей команде, закончив со счетом 10-0-3. А, Данайка пикает совершенно. Да. Плейсхолдеров, не наблюдая я в этот раз, бывали плейсхолдеры в прошлый раз. Кстати, был даже случай в среду, когда не очень хорошо договорились о плейсхолдере, и было непонятно, кто там вместо, по-моему, Акали, в итоге приходилось заново пикать. Нет, все-таки, видимо, плейсхолдер какой-то был. Так, не надо для этого скричать реминус цену. Так, не запустилась игра, что-то случилось, видимо, у последнего пика. Пришлось ему выйти, либо крашнул клиент всего скорее, либо что-то. Да-да-да. Это все-таки был не плейсхолдер. Лексус, по-моему, негодует. Я по-прежнему продолжаю путаться в никах. Так, уже ингейм мы поймем. Зак ливнул. Одну минуту, плейс. Да, это все-таки лежат скинка, просто он техник. Я все правильно вспомнил. Ну, молодец. Что ж, дубль-два, надеюсь, тут будет намного быстрее все, потом и баны, и пики происходить, потому что уже как бы осталось только дождаться пика фиолетовой команды. Да, а негодовал-то все-таки Лекрит, а не Лексус. Легко перепутать. Лексус раньше все-таки саппортил. В Империи до того, как Конш отправился на отдых. У него даже в Легопедии так и написано. Там специальная пометочка есть. Это же последний банк. Для тех, кто подкинул киберспорт, как бы. Но нет. На самом деле, Конш вроде как не покинул. Ну да, баны такие, которые... Главное сейчас пики своей команды и чужой не зацепить, чтобы еще... Опять ты запомнил, что они пикали? Ну, мы это можем посмотреть на повторе. Я думаю, что проблем у них с пиками не будет. Мы как Лига Справедливости должны следить за соблюдением правил. Все нормально. Все нормально. Для тебя уже, я думаю, игроки просто матчапы присмотрели, уже видели, против кого они есть и проконтролируют уже противник. Пикается Севир и Джакс последний будет. Да. Все-таки Севир они решили взять. Ну что ж, в итоге, получается, Лексус на Казиксе будет джанглить против Лизард Скинга, который решился поиграть на Шиване в этой игре. Ну, Шивана вообще может, конечно, до 6-го левела попробовать понапрягать линии, но, скорее всего, это будет фарм для Лантерны. И, в отличие от Казикса, Эрли Гангов от Лизард Скинга, наверное, мы не увидим. Хотя, может, и увидим. Думаю, уже в игре, вернее, в игре уже все будет понятно. Ну да. Какой темп они сдадут и что мы сможем увидеть? Чем они нас смогут удивить? Через 10 секунд мы удивимся саммойнером, ну или не удивимся им? Ну, я надеюсь, конечно, первый вариант развития событий все-таки, когда смотришь игры, хочется какого-нибудь драйва, увидеть что-то такое, чего-то не увидишь обычно. Ну да. Задержка пошла. Ждем 3 минутки и мы уже, как говорится, в теме. Снять выбросительные знаки с саммойнерспелла, к сожалению, я не могу из-за настройки сцены, но могу сказать точно, что по 2 хила в командах, причем имперсию избрали 2 хила на одном ботлайне. 2 хила решили на боте поставить. То есть, настолько сейфово у них получается линия. То есть, один раз вдруг кто-то начинает умирать, сил прожимается. В какое-то время, опять у них какой-то файт, там, размен. Убили кого-то, тоже на лоу хп, и опять сил прожимается. Ну, Экзост, конечно, апнули все-таки. Игнает стали брать на бот настолько реже, что вообще, в принципе, не брали в первый день, да и на других турнирах тоже Игнает на ботлайне уже не виден. Все-таки Экзост неплохо-то капнули. Некоторые предпочитают ботлайн постоять аж в 2 хила. В 2 хила это сейчас очень даже ОП, хорошая мета. Необычная бы так сказала. Да, ну, а топ-лейнеры решили оба взять телепорты. Ну, я думаю, что Шен с телепортом это стабильно, это постоянно используется, а вот Жакс уже это все-таки ответный телепорт Шену. Может быть, они захотят заинвейдить вражеский баф, и Джакс решил быстрее-быстрее на первом левле вернуться на свой топ. Ну, телепорт можно по-разному использовать. Ну, естественно, но мы это увидим. Да, и для пуша, для того же корейского телепорта, мастхэв практически, для того, чтобы быстрее вернуться и отдефать башню, которую также может забрать вражеская команда. Если вчетвером вдруг, внезапно захочет одна из команд пушить одну линию, допустим, бот, то телепортом сможет тот же Шен или Джакс быстро вернуться после этого пуша. Ну-да. Минута остается до начала этой игры. Я сейчас, может быть, что-то пропустила, но Ариана тоже, оказывается, хил, честно скажу, что-то я упустила в этой игре. Первый раз, честно, я вижу Ариану, ну, вообще, мидера с хилом. Обычно я вижу мидеров с барьерами, с игнайтами. Видимо, давно не заходила в игру, раз так мета поменялась. Нет, ну, это хил внес все изменения, и просто хил берется вместо барьера, в первую очередь. Ну, да, там, в принципе, разница небольшая у хила, плюс ведь то, что он работает еще как эгостик, я так понимаю, да? Да, ну, небольшое искорение дает, и еще очень важно, что хил снимает игнайт сейчас. Не снимает, вроде бы, как. Снимает. Он, вроде бы, хиляет через игнайт. Или это моя дезинфа? Возможно, дезинфа. Снимает. Ну, ты можешь проверить. Я не буду читать сейчас сам, Элир. Хорошо. Ура, ура. Наконец-то мы сможем увидеть. Да. Наконец-то я могу поменять сцену. Заготовочку. Великий черный экран. Покажи нам, пожалуйста, пики команд. Спасибо. Между прочим, сработало. У меня пока что нет. Ну, тоже должна пошаманить, и тогда все пройдет. Черный экран заменится пиками, рамками. Мы узнаем, что Lexus заработал себе Challenger рамочку. В прошлом сезоне. Самая крутая рамка. Ну, может быть, из-за Элла она крутая, но некоторым она не нравится по внешнему виду. Мне нравится из-за Элла. Окей. Кому это важно, если это Challenger? Кому нравится, кому нет. Это рамочка. Действительно. Ну что, будет ли инвейд страшом, как ты думаешь? Даже не знаю. На самом деле, если они хотят использовать все-таки телепорт Jaxx в начале, то я, наверное, пошла бы пробовала заинвейдить, но надо посмотреть все-таки. А инвейд страшом? Не знаю. Я скорее ставлю на фиолетовую команду. Да. Хотя у них не такой хороший матчап на первом левле. Ну да, у них контроля здесь в начале... Ну, вообще есть, да, это все-таки Леона. Ну и Jaxx также обычно начинает с Counter-Strike. Очень часто, даже на топе, да. Вырисуют это вообще в Москве. Стартовать с Counter-Strike. Ну да. А зато вот у первой команды синий, если трэш зацепляет, то, считай, Шен в паре. Да. Ну, Шен, правда, начнет с таунта. Тоже не факт, что он захочет начинать с таунта, однако... Проблемы на лайне не было. Ну да. Мы не исключаем этой возможности, но им может хватить хука плюс чарма, например. У них очень хорошая композиция именно на Invade. И они могут это попробовать реализовать. Пауза снимается сразу, почти. После начала. Не знаю, что там в чате происходило. У меня он отключен. Стартовые закупы, в принципе, типичные довольно-таки. Нет, все-таки пауза ставится. Опять. Еще полминуты. Конфа упала. Вот мне немножко странно. Вот трэш, да, он стартанул с шилда. При том, что вражеской команде... Ну, Севир, который все-таки не очень большой рейндж имеет, да, допустим, это все-таки не кейтингный саппорт, который тоже рейндж-паука не имеет. То есть это только нгейдж. Но все равно до рейндж-шилд, да? А, Леона же решила полоситить криповки сразу для Севир, реализовать побольше голды, принести для себя и для Атекери. Я вообще редко до рейндж-шилд покупаю теперь саппортов, если уж так говорить. Добро пожаловать в ущелье призема. Не, ну он выгоден, в принципе, если они 2 на 2 даже подерутся, да? Угу. По идее. Все-таки часть урона сблокируется, плюс хп. Но не настолько прям вот, прям, прям нужен. К тому же, как уже не раз случалось, просто у кого до рейндж-шилд, того боятся и особо не лезут драться до на 2. По варду проходит сейчас Team Empire на красном бафе. Да, их спалили. И никак не реагирует. Смотри, вот они видят, что они там, да, но не показывают виду, что... Ага, сами пошли на красный тоже теперь. Ух ты, миздер, ух ты. Ой, нужно чатик, наверное, выключить все-таки. Ты-то можешь его посмотреть, что там пишут? Потому что если какие-то маты, это я не отображаю, как он на стриме. Все остальное не важно. Что, твои глаза видят? Не обязательно видят глаза зрителя. Да-да-да. Ну, получается, обменяются команды красными бафами. Крипы пошли. Арианна как-то на готове тоже стоит, так вот. С боевой позиции. Она что-то знает определенно. Ну да, ну, очевидно. Джакс идет проверять? Нет, он не пошел проверять, он просто пинговал своим, что он забирает с бафа. Ну и в это время сам Казик забирает свой синий. А красный баф отдается неону. Они, видимо, просто хотят... И это с фапплайнерами. Да-да-да. Ну и что очень часто делается именно имя? Кстати, ганг уже от лидер скинга все-таки на втором левеле случился. Ничего себе. Ну смотри, они идут... Нет, все-таки телепортится Шен на базу. Ну да, пока, то есть, крипы еще не подойдут к его вышке, он не сможет нормально пофармить. Поэтому, в принципе... Да, очень часто практикуется именно красный баф для декерри на свапе и еще один кэмп для топпера. С саппортом забирают спрайты. Такое уже, как раз, в среду мы тоже видели. Тоже это даже команды? Я не скажу, что сто пудов именно от этой команды. Вполне возможно, что именно они. Как интересно. Лесник помогает запушить ботлайн. Да. Телепорт, ага. Это снова отревайвал драгон. Пусть одной стороны вчетвером. Ну да. И, соответственно, первая кровь. Да, ФБ на шее не делают. Сами же имперцы также отвечают пушем топлайна. В отличие от Терн эн Рейдж, который сразу же отправили, как я уже говорил, бот на свап, на деф. В то время, как имперцы только запушивают первый Тауэр, уже подошли ко второй Тауэрке ревайвал драгон. И снова шея напугают. И Т2, мне кажется, будет для ревайвал драгон сейчас. Ничего себе. Вторая вышка упала на четвертой минуте почти чуть-чуть. Побольше, чем четвертой. Ну это все-таки не ингиб на четвертой минуте, да? Но тем не менее. Тем не менее, уже преимущество в одну Тауэрку, соответственно, определенное количество голды, имеет ревайвал драгон от империи. Ну, старт, в принципе, типичный для текущей мета. Одна из команд избирает корейский пуш. И этот пуш реализует. Действительно, прокомментировали в чате, что это квадро пуш. Квадро пуш, да. На самом деле, ревайвал драгон не сразу к этой мете, так сказать, приобщились. Сами же они потерпели поражение при таком же пуше, потеряв все-таки Т3, не ингиб, Т3 от команды FF Solo на LPL, это было. И после этого поражения, после двух игр даже, против FF Solo, ну одна из них только была с таким пушем, ревайвал драгон сами начали практиковать и... Пересмотрели свое отношение к подобной стратегии. Сами стали это хорошо реализовывать. Они, помимо среды, еще до этого победили, вот, к сожалению, не знаю кого. Возможно, тоже на LPL-е. Какую-то команду. Только такая же стратегия? Да. Приняли они, в общем, этот пуш. Ой, как Леону поймали. Да, ну Леона уходит все-таки под башню. Там очень много надамажных лидов, там было очень много их. Джанглеры пока пришли пофармить все-таки. Редко они выходят на линии, но все-таки у Шиваны FB. С Шинчика. Ага. И она уже стакает лантерн. Сколько она стакала уже Шивана? Пять. Ну, немного, конечно. Викс тоже проседает по левлу. Опять хочет выйти Шивана на мид. Она, кстати, продамажила первый раз очень сильно Ария. Чармом промазывает. Анилиар. Что-то они задумали. 6.30. Что они могли задумать в 6.30? О, ульта Татоа по двоим. Странный прыжок на месте от Лексуса. Фактически на месте. Причем так задумался и подпрыгнул. Запушивает Шена Джакс. Может, он тоже что-то задумал? Возможно, скоро отказится. Он просто вышел проверить, не подходит ли вражеский лесник. Но вражеский лесник сейчас находится совсем не в той части карты. И фармит големов. Бедному Казиксу сейчас, мне кажется, немного трудно. Куда выйти? Ну, однако, красные бафы появляются. Пока в ближайшую минуту мы вряд ли увидим от джанглеров какую-то активность. Хотя... Хотя... Ну нет, Шивана после красного тоже забирает големов. Не попытался он заинвейдить на вражеский синий, который резнулся одновременно с красным. О чем он мог догадываться. Потому что все-таки Казикс отсутствовал на красном бафе, когда его стилили. И пауза опять. 36 на 26. Несмотря на то, что Джакс запушивает, Шен все-таки имеет больше фарма. Старательнее фармил. Но тут смотри, у Шивана уже 6 левел, Казикс все еще по-прежнему 5. Соответственно, мне кажется, что все-таки Шивана скоро должна выйти либо на бот, либо на мид, может быть. Да. Эликрит вылетает. И мы опять ждем. Да. Лексус, в принципе, почти 6 левел-то взял. Он сейчас синий баф заберет, получит 6 левел в это время. Хотя он может отдавать его Анилиару, конечно. Потому что Шивана Ариа не отдаст синий баф, это 100%. Вот как Казикс поступит в данной ситуации. Потому что если Ари будет забирать синий баф, то он вряд ли получит 6 левел. Потому что через стенку Экспа уже на него не долетит. В таком количестве. На, два кольца, кстати, Ариа. В то время Арианна уже купила себе чашку. Замечаем, что все-таки разница в голде на седьмой минуте уже как бы огромная. Из-за этих вот вышек потерянных из-за ФБ. Да. Непривычно, если честно. И никаким перефармом это пока еще не контрится. Да, то есть 10 крипов в ношение никак не влияют на общую голду практически. Конечно, это весомый тоже. Весомый вклад в общую голду. Но больше тысячи разницы все равно имеют место быть. Кстати, сколько у Казихса в кармане. Ну, у него денег, конечно, на Лизард недостаточно еще. Вот и щенка есть. Нереализованная. Хуком промазывает Ликрит. Однако использует еще и Турен щит. Были какие-то супер-мега-стратегии. Это еще до изменений Севир. Супер-стратегии от Блицкранков и Трэшей. Промазать Хуком для того, чтобы развести Севир на щит. Потому что монокост Хука, хотя у Трэша скорее только. У Блицкранков это большой монокост на Хук. Видите ли, монокост щита больше, чем монокост Хука. Но это такой бредочек. А сейчас кастуется без мана. Ну да, теперь нау-пост, поэтому такие стратегии уже не проработают. Да-да-да. Уже все выдохнули. Пост многовато. Нет, все-таки Казихса аппнул себе шестой левел. Отдал синий баф Ари. Оказалось лучше, чем мы думали на самом деле. Ну да, все-таки Ари подошла к нему поближе, да, и Казихс получил в полном объеме, так сказать. Ты тоже видишь эту паутинку? Ну да. От Казихса в небо. Да-да-да, именно ее. Он реколится, откройте весь экран. Кстати, очень много интересных вещей происходит иногда во время паузы. Например, Амуму плачет. Пауза вообще в Лиге Легенд это такое странное действие. Мы можем по обилкам даже это увидеть. Там доли секунд туда-сюда дергаются фактически. Какие-то. С чем это связано? Ну, непонятно, с чем это связано. Однако вот плач Амуму, раздражающий во время паузы, такое на гоуфлолах случалось. Все очень интересно бывает. Замирают герои в жоне. Там вообще можно много чего выдумать. Да, не, ну, какие-то визуальные эффекты. Кстати, персонажи не двигаются, да, все-таки. А вот всякие обилки, которые именно от угла, фактически, да, про плач Амуму и прочее, которые издают звук. Вот они во время паузы могут раздражать. Там просто был необычный Амуму, там был Амуму, вот этот железный. Робот. Да, робот. Но у него пела так, что уже... И причем эта пауза была ни на одну минуту, ни на две. Это была 10-минутная пауза, и мы это вот кипение масла сушили 10 минут. Фрут, а ты не мог бы, пожалуйста, свернуть окно на паузе, чтобы все-таки вражеские команды, как говорится, не подглядывали друг за другом? Ну, кстати, в этом что-то есть, да. Да-да-да. Давай, закроем. Было бы очень здорово. Конечно же, мы наших зрителей сразу же предупредим, когда начнется заново игра, сразу все включим, но что-то мы сразу, как говорится, не подумали. Ну, кстати, как-то на паузу не ставь, как-то, точнее, не выключая изображение, все равно на доле секунды на стриме появляется и остается положение команд. И для особо жаждущих любителей помониторить, запись тоже уже могла там появиться. На самом деле там запись появляется где-то, наверное, через полчасика, поэтому пауза не повлияет, скорее всего. И на что. Ну да. Ждем команду. Что же не так паузе? Экран, да, непривычный экран, так скажу. Да-да. Тут уже аккредитаторы могут спеть песенки. Песенки петь. Давай тогда пока поговорим о том, какие сегодня еще игры предстоят в будущем. после Team Empire Revival Dragon следующая игра будет Team Doggy против Rock's Kiss. Как тебе кажется, кто фаворит в данной встрече? Ну, если честно, не знаю. Я уже в последнее время не так часто, скажем, наблюдаю за Лолом. Ну, так получается. Ну вот. Но я так понимаю, что обычно Rock's Kiss сталкиваются с драгонами, если не ошибаюсь. Ну да, они в финале первого сезона как раз. Первого сезона EPS. Как раз и встретились в финале. Ну, собственно, финалисты Rock's Kiss. Ну, а вторая команда это Team Doggy, которые только отобрались на EPS. И отметить там можно Slayer. Кто там? О, в составе Slayer есть. Понятно, знакомые. Нет, Slayer можем ответить, конечно, но в составе другой команды. Нет, нет, я понимаю. В составе команды Spice Boys Slayer, которая будет играть против Team Multigaming со своей командой. Уже в третьей игре. Ага, я правильно понимаю. Это Team Multigaming, это уже Flash до меча. Flash до меча, да. Понятно. Тоже знакомые все люди сейчас. С какого сезона они там играли все вместе? Ну, давно. В конце 2-3-й. Ну да, давно. Ну, может быть, составы там менялись у них. Вспоминая тот же WCG, в составе у них был Лазаньи все-таки, в лесу и Сплит на Саппорте. Я имею в виду, что это самый первый. Состав менялся, но они уже были GTM на тот момент. Ага, ну я имею в виду, помню тот старый состав, где Думечи джанглил, где на топе стоял Стэжес, на миде был Flash, на боте был Dayruin, а Спорт, если честно, не помню, кто был. Если не ошибаюсь, Мейкни Сплит вроде бы как это было давным-давным-давно обородателем времена. Ну, Думечи тут опять отправился в лес, а Спортич вместо него должен... Кто же будет там? Кто же это? Да, сохраним интригу, кто будет Спортич. Мне даже интересно стало. Ну, ладно, я тебе открою секрет. Буквально через секунду, кто у них Спорт. Только мне или нашим зрителям тоже? Ну, ладно, расскажу всем. Больше двух говорят слух. Конечно. Или не сказать. Или сказать. Ну, давай. Ладно, это всем известно, конечно, то, что Саппортит в команде у Флэша. Это забавно. Мы не знаем, кто. Подожди, на самом деле, я вот, честно говоря, забыл, реально, кто у них Саппорт. Убейте меня, но я не помню, кто Саппортит у Флэша. Я предлагаю такого комментатора наказать. Я сам себя готов наказать за это, но... На ESL прописано как скэш, но... Скэш? У него был ингейм, да. А, я знаю, как это Саппортит. Это Саппортит. Прегнант Пони, никнейм, Челленджер Веста. Мы с ним играли еще в третьем сезоне, часто 3 на 3. Это человек Карма для меня запомнился. Но он и был Кармой в той игре. А, был Кармой. Ну, значит, он играл на своем мейне. А почему-то я никого не запомнил. Прегнант Пони у него ник. А, ладно. Не важно. Не важно. Ну, странно, конечно, что я его не запомнил. Ладно. Ну, а последняя игра на сегодняшний день будет Turn in Rage. Опять же, новички против Dragon Team. Что я хочу сказать. Сейчас между командами начинается обсуждение того, насколько долго продлилась уже пауза. Потому что по правилам, как говорится, ESL, пауза каждой команды не должна превышать, если я правильно понимаю, 15 минут. Верно? Да. Вот. Зачастую, значит, влетал кто трэш. Естественно, синяя команда постоянно стопила. У них осталось ровно 4 минуты до момента, когда, как говорится, это будет технический луз. Все-таки переподключился трэш. Да. Сейчас посмотрим, когда же, как говорится, отфризит игру. Ну, паузы еще 18 минут осталось. Даже меньше уже. Ну, общая пауза 18 минут. А, пауза, да-да-да. Общая. Ну, она делится на две команды? Ну, это сама собой. Тут ничего программного не изменить. Что-то еще там пишут, я этого не вижу. Интересно, хотя, может, и неинтересно, что там происходит. снимают паузу. Да, все-таки включаем. Заводи, как говорится. Да. Или нет, пауза опять поставилась? Да. Ну, тут уже просто... Ладно, включаю уже, потому что тут на 20-10 секунд ставится. Паузу сняли все-таки. И продолжается игра команды Эмпайр против Ревайвал Драгонс. Ревайвал Драгонс впереди. По-прежнему больше, чем на 1000 голды, благодаря запущенной Т2 на ботлайне. 2-1 по Тауэрам, соответственно. ФБ сделал... сделала шва на ношение как раз во время того самого 4-мен пуша. И прямо сейчас для Тато делается Лизард с Кингом синий баф. Интересно, когда уже о Драконе вспомнят. Заметь, Лексус взял, прошел мимо фрайтов, не заметив, что у него там один крип остался. Да-да-да. Но они подходят как раз к Дракону. Они проверили, все ли нормально вообще с Драконом. К тому же сюда уже пришел Шен. Заметь, что у Жакса сейчас ТП не в откате, то есть, в принципе, он может пролететь в любой момент. Да, он лестит, смотри. Да. Но то у Шена будет вариант потом вернуться проще. Начался асимфайт. Ой, как хорошо. И Шивана умирает от рук Ликрита. Дальше продолжает честь Неона в Неону. Уйдет ульт от Шена. В это время Казикс забирает Дракона. Саунд пассивир. И Шен спасается фактически тоже. Он очень сильно просел. Гонится за Вуклером. Хуком промазывает сейчас Ликрит. Дабл килл Казикс. В Тато Чарм прилетает от Аделиара. Тато умирает. Трипл килл Казикс. И трипл киллом обходятся имперсы, сделав уже на данный момент камбэк. Потому как они забрали Дракона, трипл килл разменяли на дабл всего лишь. Причем дожди. Здорово. Они не разменяли ни на что. Просто забрали трипл килл. Да, они просто без потерь забрали Дракона, забрали всех, кроме Севир. И мне очень понравился трэш в этом тимфайте. Он реально очень здорово зацепил Шивану. Да. Шивану стреляло очень-очень сильно. Единственный носитель килла Лизард Кинг первым умер из своей команды. Что ж, реабилитировались Эмпайры за старт, собственно. Конечно, неприятно не иметь Т2 на боче, но все-таки это всего лишь Т2. Хотя... В голде заметно, что все-таки теперь в пользу Эмпайров. 2000 выиграли Эмпайры за этот файт, за Дракона. Вышли вперед. Лексус подходит на ботлайн. Чистит варды Ликрид. Вуклер переставляет его, конечно же. Но Лексус продолжает ошибаться еще около ботлайна. Хочет он зайти на лейнганг. Шивана в то время продолжает чистить лес, настакивать лантерн. Уже 15 стаков все-таки Лизард Кинг набрал. Счет у Казикс конечно замечательный. 3-0-1. Да, да, да. Полностью реабилитировался. Отставал он чуть-чуть от Шиваны. Но теперь он впереди. Теперь он уже убийца. По-прежнему Шен чуть-чуть перефармливает Джакса. Кстати, Шен возвращался не телепортом. Пешком он вернулся на топ. К тому же Джакс не пушил, он же прилетел. Не было смысла в принципе тратить телепорт этот после файта. Спокойно запушили мид, бэкнулись и вернулись на своей линии пешочком. Как ты думаешь, как ты думаешь, Ари купила книжку, да, финиш кодекс. Это будет ДФГ. Скорее всего, мне тоже кажется, что ДФГ будет. Хотя стоит не исключать возможность купить шапку. Ой, шапку, чашку, да, конечно. Потому что все-таки Magic Damage у вражеской команды много. Ману тоже хотелось бы всегда по себе иметь. Ну, она купила не прям, мне кажется, два кольца до рана. То есть, чтобы лучше регенить ману, так скажем. И смысл, если она купит себе чашку, то она будет немножко бесполезной. Это лично, не знаю, мне так кажется. Ну, все-таки 20% КДР на ульту. Кто знает. Ну, так тоже дается КДР за ДФГ. Ну, за ДФГ это поменьше. Не 20. Поменьше, но она же все-таки она должна дамажить. Я надеюсь на нее. Я верю в нее. Кора ИТМ все-таки. Да-да-да. По мне. Но все киллы по-прежнему на Казиксе. Плюс один килл на Трэше. Ассасин пока только с ассистами. Ассасин Ари. Ну, это уже неплохо. Ассасин Ари. Казик, конечно, тоже ассасин. Найк пикает. Снова синий баф. Ну, вот уже и прошли пять минут с момента паузы, кстати. дает синий баф Ари. О, Рянан будет немного позже. Да, опять, смотри, Хук вообще летел в Леону, на которой Дурен прожал все-таки щиточек. Ну, много щитков, как говорится, не помешает. Ну, да, но потом он может внезапно что-то не сдоджить. Хотя, кулдаун, конечно, на спелл-шилд меньше кулдауна. УК, поэтому проблем у него не будет с этим. Как ни странно, у Ари тоже больше скрипов, чем у Ари Анны. Хотя, вроде бы, ее так сначала гоняли. Тем не менее, она камбэкнулась по крипам. Джакс с Шеном все-таки сравнялись. Ну, Шен запушивает, ему, конечно, крипы редко доходят к нему к башне, так как это было в начале игры. Джакс сейчас все-таки по униону пристает пушить, и ганг приходит снова Лексус, выпускает ультимейт в Неон, на телепорте летит Джакс, ульт отличный в Неона сдавали дала Леона в Неона Леона. В Неона Леона. Шивана, смотри, смотри, ой, ежедневно. Лезает Шивана, и кажется, Шивана может умереть, нет, хил прожимается, экзост висит на Лексусе, и киллами этот файт не закончился. Тем временем, Ариана подамажила Ари, которая впишет на помощь на бот. Все-таки. Ариана помогла каким-то образом своим тиммейтам на боте. Ну да. Однако, Т1 на боте должна упасть. Сейчас, да, Империя ломает первую башню. Ари, в это время, Ари убегает от Арианы. Совсем лоу хп, но Тато догоняет, догоняет, убивает, а не Леара. Заметь, какая хитрая Ариана. Она прожала хил для того, чтобы ускориться. Это да. Да? Даже такое там было? Да, она прожала. Я просто этого момента не видел, я видел, как он в эшке себя уже ускорил. Я смотрела именно туда, она прожала хил. Хорош. И снова дракон. Встанет двоих сейчас. Так. Где же здесь будет первый килл? Шен на очень лоу хп, но умирает первым Казикс. Разменивают его на Леону. Шен выживает, убегает он от дракона, но дракон достанется в этот раз команде Revival Dragons. Дракон драконом. Драконом со смайчиной. Как-то странно. Кстати, да, тут три дракона. Реально. Дракон смайтит дракона для Revival Dragons. А. Хорош. А по голде сравниваются теперь, конечно, команды. Ну, что можно сказать по этой игре, что тут все совсем не очевидно, в отличие от первого дня, да, то есть тут уже мы видели камбэк на камбэке. Камбэк на камбэк, да, то есть сначала вела одна команда, потом перевес все-таки в пользу Империи появился небольшой, но теперь команды сравнялись. По-прежнему, ну, у лица она появилась и хил, что важно. Однако закупы у них все одинаковые, отличный ульт Ванильяра, однако не смог Вуклер дотянуться. Разворот! Отличный ульт от Ирианы! И Неон убивает все-таки Лизард Скинга, цепляют Вуклера. Трэш! Трэш просто молодец. Не знаю, мне в этой игре понравился трэш. Неон делает даблкилл, заметь, и снова Империя впереди, они пушат уже Т2. Ну, несмотря, недолго все-таки в равном положении находились команды, снова Чаша Весов в сторону Империи весело, перевесело, и они уже пушат Т3. Т3 падает, Т3 падает, цепляют Турена, Турен умирает, и это будет первый ингейп в пользу команды Тим Импайр. Чуть Шивану не зацепил сейчас еще Ликрит. Леона агрессивно идет, врывается в пятерых! Чарм и Леону конечно же разуклотня. Необоснованный был врыв от Вуклера все-таки. Ну да, что-то не совсем пошло в конце планирования. Что-то здесь пошло не так. Ну что ж, это ингейп в принципе. За это время Джагд запушил Т1 на топе. Немножечко голды этой команды принес. Я не обратил внимание на Джагд смотри. Коварный малый. Коварный малый. Но все равно это не очень много голды дает команды. Мне кажется, что там немножечко надавится с микрофоном. Отбалансировать или у меня что-то не так? Да, там когда немножечко громче начинаешь разговаривать в тимфайтах, там начинаются помехи. Я не знаю, может быть только у меня такое? Сейчас проверим. потише там сделаю. Потише микрофон, потише. Потише все сделал. Так. Что ж, 18-е, 19-е минуты уже. Тоже команда могут начать думать о нашоре. особенно Ирия, которая уже все-таки брала одиннеги при себя. Ну что ж, теперь видимо они решили запушить топ-лайн, подобраться ближе к нашу Шору. Возможно. Группу группуется команда синих. Совершенным временем будет дефить бот. Ну было бы, что дефить там, на самом деле дефить-то особо нечего. Ну там по крайней мере нет уже двух вышек. Смотри, на телепорте кулдаун только что отлип у Шена, у него есть ульт, а у Джаксу тоже в ситме секунды он отлипнет. Не знаю, может быть Шена хочет не дать сначала Джаксу улететь на телепорте, потом самому улететь, я не знаю. В принципе невозможно. Они друг другу могут помешать телепортироваться. Но Джакс уже портуется и портуется в спину к Империи вместе с Вуклером. Цепляет в это время Таурена, это ваншот. Это ваншот. Ульт от Шена, отличная стяжка от Тато. И снова даблкил у Ниона уже гонят Зака. Может ли убежать Джакс? Нет. Казикс его добивает, в это время Шивана убивает Трэша. Разворотит Тато, пытается пытается отдефить. Не поняла, почему Шивана все-таки не пошла на... но она идет теперь дальше и убивает одного. Шена отпускает, все-таки разворачивается на Ниона. Тато, Ниона отпускает. Шариком ускоряет, кстати, Шивана. Ой, хорошо. Тато и... Шатдаун с Ниона забирает. Шивана флэш! Там он там уходит. Найк. Не уйдет Найк, мне кажется. Мне тоже кажется, что он не сможет уйти, потому что Шивана есть ускорение. Теперь еще и красный бамф замедлило и... да, догорел. Догорел шен. Да. Пактически вся команда погибла. уже не эйс, конечно, рестнулись. Да, это ДФГ на Ари. и по Галде немножечко все-таки разница сократилась, заметь. Ну, естественно, столько киллов. Да. Еще не все потеряно, несмотря на то, что потеряла команда Revival Dragons уже первый гиб, еще не все для них потеряно, они еще могут развернуть эту игру в свою пользу, потому что у них все-таки есть Шивана с настаканным лантерном, у них есть Джакс. Причем Шивана за файт полутала очень много чего. И шатдаун. Да, один иди шатдаун, конечно. Тут надо Таурену как-то перестать попадаться, потому что фактически файт начался с того, что его поймали, ваншотнули, потом каким-то чудесным образом все-таки Revival Dragons смогли в этом файте реабилитироваться с основного энгейджа, так сказать. Дракон опять рессается, первыми на драконе оказались Team Empire появляется и вполне возможно, что они успеют его забрать до того, как Revival Dragons придут. Отличный ульт по троим, смотри, от Вуглера. Стяжка от Тато также по троим. И ульт приседает, файт растягивается, мне не хватает экрана для того, чтобы весь этот файт, однако шатдаун забирает Ари с Шиваны. Чарм, отличный Чарм по Тато. Ой-ой-ой, Неон убивает все-таки Ариану. И за Буклером дальше гонится, смотри, как много Флэш, Флэш на Флэш. Чарм он промазывает Анилиар, Неон убивает Джакса, Джакса успевает разменять себя на трэша, однако все-таки Империя побеждает в этом файте, забирают четверых в размен только на одного лишь трэша. Ну да, и они берут, пытаются взять на Шор, я думаю, все-таки не возьмут. Хотя Шивана, смотри, спешит, спешит, возможно, пытается состилить, хотя я в этом уже не уверена. У гварды... Нет, слишком быстро падает на Шор. У гварды ей не сильно помогли. Она будет пытаться сейчас с ульты влететь прямо на на Шора и засмайтить, возможно. Не успеет, нет. Да, но сначала конечно вардиком чекает, что уже Тим Эмпаж забрали на Шора и состилить не получится. Заметите, в отличие от множества Казиксов, этот Казикс который начал с Омина. Ну да, то есть он решил, что дамага у них достаточно. Видимо. Видимо. Хотя у них вроде как Шен. дамага и дальше он продолжает собирать танк скип предмет. То есть кроме Лизарда у него на дамаг нет ничего. Ну, на самом деле дамага действительно хватает. Атари, ой, ликвид опасно. У него лечит Шен. Ускоряется ликвид, но врубает ультсивир и уже ее не догнать. А, это только у меня такое было? Либо у тебя даже что он притянулся к невидимому дракону. Да. Уже убитому вернее. За тушку дракона за такие вот силикрип. А эту тушку потом взяли и забрали с собой. Revival Dragons. Наверное, для того, чтобы оживить. Ингип снова падает на миде. А, Джак все временем пушит топ-лайн. Смотри, сейчас опять замес будет за топ-вышку. Причем без скрипов. Ну, ждем сейчас опять от Тато отличный ультсив. Смотри, какой коварный Джакс. Сейчас пушат топ-лайн и у синей команды просто нет волны миньонов, чтобы пытаться запушить топ. И либо они сейчас будут драться под вышку, либо не знаю, что они будут делать. В принципе, только бэкаться наверное и отпушат. тур-пуш фактически от Джакса. Джакс, да. Джакс, молодец. Ладно, вы посмотрите, Т3 падает, но нет, Шен уже побоялся. Лишь один Шен бэкался на этот деф. У него нет телепорта, у него нет ульты. Вернуться к команде он быстро не сможет, однако мне кажется, он нет. Мне казалось, что он хочет найти Джакса. Он вроде как даже и хочет найти Джакс, проверяет не баф. В ком промазывает в это время ликрит. Мне даже сейчас после нашора по-прежнему не сомневаюсь в том, что Империя сможет додавить Джакса. Они просто ждут крипов. Смотри, Шен как, я не знаю, командор пытается пропушить, помочь своей команде. Да. Возглавляет шествие крипов на топ. Варды пошли. И Шен наконец-то приходит к своей команде с крипами. У Шен еще немножко будет льда. Привел караван крипов. Да-да-да. И пауза опять. Опять пауза. Многовато паузы для одной игры. паузы уже у синей команды просто не осталось, можно сказать, попыток паузить игры, потому что там пауза сколько? семнадцать минут. Да. У них есть еще какое-то время, все-таки... Две минутки, две минутки или две с половиной минутки, не больше. Потому что они, можно сказать, очень долгое время держали в начале игры. Да. Что ж, ну, давай пока посмотрим, что за билды все-таки уже по поводу Казикса. Было сказано, что он такой затанкованный получается. Ну да. В свою очередь Джакс с Тринитифорсом и Бот-РК бегает. Она также затанкована. Ну, я бы сказала, что он затанкован в основном Шивана, а остальные вносят дамаг под ультой Леоны. Ну, если честно, для меня это открытие, что Казикс может быть таким, так сказать, недамажащим. У него все равно очень много когти дамажит. Да, пауза снимается. Возвращаемся к этой игре. Продолжает Империя пушить топ. У фиолетовой команды пушится мидлейн. Шивана пошла отпушивать крипцов от двух вышек перед Нексусом. Именно этим пользуется Империя и снова хукает. Хукает Тато или Крид. Отличный хулт аунт. Тато влетает и мне кажется, что он не успеет даже сдать ульту. Не сдается все-таки на Казикса только, но умирает. Ты Шивана смотри делает даблкил за это время. Не он там разрывает уже там Шивана очень быстро потеряла хп от него. Второй ангиб теряет 3 Волдрагонс. А, Риса тыки собирала дамаг. Никаких чашек. Никаких чашек. ДФД, шапка. Да. Куклер вылетает. Или выходит. Вылетает и возвращает. Ну, а Эмпайр уже пушит бот лайн. Пауза опять. Немножко надоели. Пауза. Надеется, что в следующей игры будут без пауз. Надежда умирает последней. Только так могу прокомментировать. Игроки пишут, что это проклятие саппортов. То трэш в этой игре влетает то Леона. Да. Летчики саппорты. А что мы еще можем увидеть? Ну, Неон, конечно, наносит тонзу в дэмэдж. У него 7-1-10 счет сейчас. Уже есть Last Whisper и Static Shift в то время как Севир имеет только БТ и Last Whisper. То есть на один предмет он обгоняет Севир. Ну, и денег у него в кармане тоже должно быть прилично 1800. Ну, если сравнить счета Севир и Луца на то все становится на свои места. Абсолютно. Кто больше затанкован, Трэш или Леона? Пожалуй, все-таки Трэш или Леона. Трэш или Леона? Ну, Трэша побольше Magic Resist получается. Леона Чейнвест купила, значит, будет, скорее всего, попытка собрать Омин, конечно, успеет он это сделать. Мне кажется, уже не успеет, если честно. Мне тоже кажется, что уже, блядь ли, успеет он это сделать. Сейчас у нас будет отжиматься паузу уже, все, отлично. пауза отжимается, возвращаемся. И, и он добивает Т2 на поте. Вау, Драгонс, 8-5 по вышкам. И райдится в голде, по-прежнему, 4 тысячи, что не так много по сравнению с некоторыми другими играми, да? Но, тем не менее, что могу сказать, уже двух ингибов нет у фиолетовой команды, но это, на самом деле, не лучшее положение. Да. И, не знаю, что поможет им камбэкнуться. Ну, в отличие от первого дня, все-таки, игра идет здесь не совсем в одни ворота. И шансы за собой по-прежнему ревайвл драгонс не оставляет. По миду пошли Эмпайр, всей толпой, ингиб как раз на миде резнулся. Теперь за минуту речится дракон, чуть попозже уже будет наш орд, которого Эмпайр, я думаю, заберут, если сейчас не закончат. но поборосы ревайвл драгонс на него обязаны. Просто так они его не отдадут. Конечно. Сейчас интересно очень, смотрю, как Шивана отзерется с Казиксом, друг друга поддамаживают, оба станкованные. Ари потратила ульту. Да, файт возникает, Казикс решил все-таки ну их упрыгаю я от вас. Да. Но они просто подождут, они просто подождут, когда будут клепы пушить другие войны. Им сейчас форсировать особо-то и не надо, они могут спокойно попробовать попушить Т3 на боссе, потом уйти на дракона, на Шора. Или могут просто закончить. Ну, закончить, знаешь, что, на самом деле, давить под Т4, ульт по Шену только проходит, влетает спин от скин. Ой, Джакс, 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 скину прилетел, Неон, он умирает. Умирает Неон, таунт поздно приходит от Шена, по Шену приходит только ульта от Ариана, и кажется, что, да, ревайвал дракон делаю тейс. Трипл килл, Джакс. Трипл килл, и все-таки разворачиваю снова. Я не ожидала, что Джакс, ТПшница. Это было, не знаю, неожиданно даже для меня. Тату-1 остается дефать базу, Т4, Тауэр, один все-таки падает. Вдвоем Шван с Джаксом и Дертвкинг и Инзак забирают дракона, о, на Шора. В это время дракона забирают Сивир вместе с саппортом, с Вуклером. Турен. И они сейчас выйдут вперед по голде. Потому что два объектива и еще и баф на Шора. Будут ждать. Здорово. Интересная игра очень на самом деле. Ингейдж сейчас был отличный. Как говорится, неожиданно просто то, что они эйснут синюю команду, хоть это синяя команда в общем-то была просто на коне, так скажем. Ну да. Ну да, Empire как раз там у них значок с... с... я даже не знаю, кто изображен на самом деле на значке Empire, но у них там как раз на коне копьеносик. Копьеносик. Вряд ли это Георгий победоносец, но все-таки. Будем называть его просто рыцарем. Просто рыцарь. Знаешь, мне кажется, что все-таки Казиксу не надо было быть настолько застанкованным, это, конечно, не мне судить, возможно, но... домога возможно им не хватает сейчас. В этом файте скорее, знаешь, разыгралась нехорошо красная команда, то, что очень здорово сультовала Риана, хотя нам было немножко пораньше, ну не знаю, в общем, минусанули главных керри. Мидзера и АДЦ. В спину зашли Неону. Да, вдвоем. Станкованная Шивана и Джакс. Поняли они, что если не убить Неона, вариантов вообще нет никаких и решили вот так вот разделить. Хороший нитш. И снова по топу. Идут Empire. Да-да. Сейчас смело могут давать fight. Снова Revival Dragons не влетает Вуклер зато полетел Бридзер в кинг, но Шивана может здесь умирять. Отличный стяжка опять от Тато. Даблкил. Триплкил и даже может быть нет, Север все-таки забирают четвертый килл, триплкил делает Тато. Один килл на Север и остается у Empire только Казик. Фиолетовая команда была все-таки ботбах на Шора. Да, и она была в большинстве начальном. Они могут идти по топу. Но не он в этот раз жил дольше. В него ультанул Шен, но не смог. Не смог его отдэфить. Шен уже. И Т1, только Т1 на 33-й минуте упадет у Team Empire. Старается Джакс сломать быстрее ингиб. Посмотрим, что сделал. Запробует Казикс. Видимо, уже ничего не успевает. Пассивку набил Джакс. С такой скоростью запушивал ингиб. Т2 падает на миде. Север идет по боту. Казикс выбрал отпугивать Джакса от уже упавшего ингиба. Север запушивает крипов на боте. И ты видишь разницу в голде? Насколько она сейчас геометрически увеличилась в абсолютно противоположную сторону. Младше разница в пользу Empire. Теперь 8000 разница, но уже в пользу Revival Dragon. Эта игра сбыданной зимой долгая. Да. Тут скорее ошибки. дамага. Не хватает дамага Empire. То есть ставка сделана на Неона, да, дамаг весь в основном у него. Да, есть дэмэдж Ари. Ну и все. Шэн танк, Казикс фул танк айтемы. Шивана, которая на протяжении всей игры продолжает с каждым файтом все больше и больше стаков получать на лантерн. СГА! Сильнее и сильнее. СГА внезапно, да, предмет? Она купила себе еще один пояс на хп. Еще один пояс, то есть затанкованный и у Шиваны по умолчанию очень много дамага, то есть поджигая цель начинает еще автоатаками дополнительный magic damage наносить помимо того, что у нее идет лантерна. То есть с автоатак дамаг сейчас при всей затанкованности Шиваны у нее огромный. Ох, Что не скажешь про Казикса? Казик затанкованный, но дамага у него практически нет. очень интересная игра. Я не ожидала, что так будет интересно на самом деле, потому что думала, что все будет закончено, когда у фиолетовой команды упало два мгива. А тут оказывается просто Тима драконов сказала нет, подождите хоронить нас. Подождите, у нас леймгейм лучше. Да, да, да. Ой. Сбивают. Лексус, ой, отличная ульта от Леоны. Да, да, да. Сразу приходит ульта от Шена и флешится Лексус. Мне присутствует он в файте. Фуллдамаг приходит по Вуклеру, как ни странно, Вуклер уходит. Сцепляют еще Зака, он врубает Counter-Strike, он сейчас всех застанет, там и отличный ульта от Арианы стал, пробудит от Шена, который уже никак не помогает команде, даблкил делает Тато, не отпускает Зак Ликрит, Ликрит умирает и падает Т3 на миде у Майс, скорее всего. Нет, потопу решили закончить. Опять Казикс один выживает, а толку от Казикса уже нет никакого. Казикс попытался, конечно, Севир подамажить, но что-то не вышло, потому что все-таки... Все-таки пик Казикса вместе с Сари, должны были они быть нацелены как-то на ваншот кэри какого-то, то есть они никого не выключали, им не хватало дамага просто-напросто. Неожиданный исход битвы на самом деле.